Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о самых полезных модификациях в обновлении 9.2 при фарме такой локации как Зерит Мортис. Зерит Мортис локация стартовала 23 февраля и насчитывает в себе 29 рарников. Само собой, было бы неплохо их шотать абсолютно всех, но вот какая проблемка небольшая существует. Существует проблемка в том, что не все рарники активны всегда, а некоторые рарники вообще багнуты. Иногда. Но это, наверное, не в рамках данного видосика, стоит об этом рассказывать. Стоит рассказать просто о модификациях обо всех и показать, как они юзаются, как они вообще реагируют на какой-либо фрок сокровища, на какого-либо рарника. Начнем. Первая модификация, которую хочу вам посоветовать, это модификация Handy Notes. Многим знакомая, часто используемая. Что она позволяет делать? Она позволяет видеть различные сокровища, она позволяет видеть различные черепки. При наведении на черепок мы можем увидеть рарников, которые, например, спаунтся в этой точке, которые делят друг с другом спаун. Также мы видим, какую ачиву мы можем получить за убийство всех абсолютно трех. И также мы можем увидеть информацию о луте. То есть, например, двуручная дробящая, одноручная дробящая, двуручная дробящая, другое. И маунт еще падает с рху. Что довольно-таки интересно. Так, то есть, ну, листаем, листаем, серчим, серчим, смотрим. Виталий, вот, например, старейший, да, нужен для ачивочки под названием «Искатель приключений Зирит Мортиса». Окей. Следующая модификация, которую хочу вам посоветовать, это модификация Tomcat Tours. Вы уже могли заметить звездочки, которые имеются на карте. Да, именно с помощью модификации Tomcat Tours активируются эти звездочки. В тот момент, когда мы довольно-таки близко подходим к какому-либо рарнику, то что у нас получается? Получается так, что звездочки становятся красными. Это довольно-таки интересно в тот момент, когда мы пытаемся добежать быстренько до каунта рарника. А верим это, пожалуй, на прожорливой поросли. Рарник активен, но вызвать его для убийства невозможно. Просто проверим, просто покажу, что красная звездочка реально появляется. Ну а пока я бегу, в принципе, стоит рассказать о других модификациях. Модификация TomTom позволит видеть нам координаты, что довольно-таки полезно. А также мы можем ставить стрелочки с помощью модификации Rar Scanner. Модификация Rar Scanner позволяет нам видеть различные спавны ближайших сокровищ, ближайших рарников, и нажав на индикацию спавна, рисуется как раз-таки стрелочка. То есть модификации, скажем так, взаимодополняют друг друга, и фарм становится более приятным. Почти добежал уже до поросли, и в принципе, сейчас все это будет видно. Звездочка уже стала красной, произошло завоевое оповещение о том, что поросли рядом. Кликаем на полосочку с этой порослью, рисуется стрелка. Все замечательно, все классно, все чудно работает в плане модификации, но вот только рарник не работает. Окей. Также последнее, что я хочу посоветовать, это Vicaura, которая находится в левом верхнем углу. Что она пишет нам? Она пишет нам репутацию, что довольно-таки полезно, например, если вы делаете какие-то видосики на ютубе или стримите, чтобы не было вопросов о том, насколько у тебя уже репутации собрано. Также ключевая особенность этой Vicaura заключается в том, что она пишет количество убитых редких монстров и количество всех вообще находящихся в Зелит Мортис. То есть, опираясь на эту Vicaura, можно увидеть, что у меня убито 22 рарника из 29. Не убит генерал Заратура, читали, Эу Оук, Кадеон, Гаркек, далее прожорливая поросль и Вексис. То есть, некоторые рарники спавнятся, как я уже ранее сказал, а некоторые могут и не спавнятся. В принципе, 22 рарника это, я считаю, довольно-таки неплохо. Это хороший счетчик. Вот как-то так. Ссылочки на модификации я закину в описании к видосику. Ссылочка на Vicaura будет в моем Дискорде. Соединяйтесь, и в канале Сетевая Анонса она будет вас ждать. Будет она точно такого же масштаба, точно такого же формата, и точно так же все будет у вас в левом верхнем углу прописано. По мере убийства рарников, само собой, будут уменьшаться эти полоски. Пишутся только те рарники, которые у вас не убиты. В тот момент, когда вы заходите в среду при дневном ресете, само собой, список будет огромный, целых 29 полосок. Это может выглядеть немножко чудовищно изначально, но потом полоски уменьшаются, и все в целом нормально. Как-то так. Всех вам благ, к счастью, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.